Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухрариева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Хотели как лучше, получилось не совсем. И нельзя было в 10 градусов мороза начинать такие работы. Жители пяти сел Магарамкенского района почти месяц без воды. Почему замена старого водовода обернулась проблемой? Смотрите через минуту. Надо насосную станцию привести в порядок. Вот это, извиняюсь за выражение, я нюхал 34 года. Проблемах жильцов дома по улице Камаева расскажем сегодня в выпуске. В нашей футболе лучший бомбардир российской премьер-лиги Гамита Галаров может продолжить карьеру в «Локомотиве». Трубы есть, воды нет. Уже почти месяц, как жители пяти сел Магарамкенского района пребывают в надежде, что злополучный водовод, на котором произошла авария в начале декабря, наконец починят. Пока ремонтные бригады устраняют одну протечку, на другом участке труба снова дает течь. Жители села Гильяр вышли на стихийный митинг и требуют от властей реакции. Проблему с выездом на место изучил Карим Данеев. Ему слово. Трубу вроде заменили, течку вроде как тоже устранили. Но жители селений Гильяр Магарамкенского района недолго радовались воде в кранах. Спустя пару дней после широко анонсированного местными властями ремонта водовода Джипель-Гобцах труба снова дала течь. Сразу в нескольких местах. После каждого запуска воды, после ремонта, на следующее утро прорывают. Вот новая труба, новый участок. Стык за стыком. И это пятый раз уже прорывает за последний месяц. Как закончат, пустят воду, утром нет воды. Вот такая картина. Поэтому мы, здесь 15 тысяч человек района, остались без воды. Аварийные бригады просто не успевают реагировать на все случаи. Пока чинят одно, ломается другое. И так почти месяц. Терпение местных жителей на исходе. В садик дети ходят, родители с баклажкой воды, чтобы их дети там руки мыли, это все, эти дела. Почему даже эти садик, почему туда воду не привозят? Говорили, что здесь к нам в село привозят воду, воду раздают людям. Нету такого ничего. Вот здесь народ есть. Есть такое, что нам здесь воду раздавали? Нету, нету. Не было никогда. Здесь ежедневно 120 детей, младших классов, с первой по четвертой, питаются, руки, где моют. Трубу прорывает с завидным постоянством. Местные депутаты обращались с проблемой не только в администрацию района, но и в различные инстанции. Я как председатель сельского собрания был лично в Роспотребнадзорах Агрангельского района, написал личное заявление, оставил там собственноручно. Никакой реакции не последовало. Мы были в прокуратуре, принял наш помощник прокурора. Это все какая-то рутинная работа, понимаете. Одновременно народ без воды. Этот вопрос не решается. Там вопросы можно бюрократически решить долго. А народу надо дать воду. Этот вопрос самый главный. Поэтому мы вынуждены были сегодня собраться и высказать свое мнение вот таким публичным образом. Замены многострадальной трубы здесь ждали давно. Обращений по этому поводу в администрацию района официально направлялись с апреля 2021 года. Но к работам приступили почему-то только в декабре. Приехали министры, приехал глава района и решили посреди зимы морозов заменить эту трубу. Это неправильный был подход и нельзя было в 10 градусов мороза начинать такие работы. И народ оставили без воды. И вот в том, что мы видели, в этой грязи. Основная проблема, ну казалось бы, небольшой участок, 300 метров трубы. Да. Ее нормально сделать не получается сейчас? Не получается, потому что эта труба все 300 метров ни один день даже не удерживает того давления, которое создается в этой трубе. Хотели как лучше, но получилось хуже некуда. Долгожданный ремонт водовода, проложенного еще в 60-х годах прошлого века, принес местным жителям кучу проблем вместо облегчения быта. Люди говорят, что все дело в тонкостенной трубе, которая непригодна для большого давления воды. В администрации Магарамкенского района ситуации тоже обеспокоены. Во всяком случае, в телефонном разговоре с нами замглавы не исключает, что трубы могли быть и бракованными. Новая труба не должна так пропускать воду. Мы уже связались с заводом изготовителей, вызвали их представителей позавчера. Сегодня с утра мне доложили, что представители завода, изготовители труб уже на месте. Они посмотрят работу, есть ли трубы некачественные. Уже они обязуются поменять на новые трубы и ликвидировать всю данную проблему, которая получилась в связи с заменой труб на этом участке. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Ну а пока тысячи жителей пяти сел Магарамкенского района остаются без постоянного водоснабжения. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Магарамкенский район. Прокуратура России отмечает трехсотлетие со дня своего основания. Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил сотрудников и ветеранов надзорного ведомства республики с этой знаменательной датой. Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры республики Дагестан, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой. Уже тогда, три столетия назад, было сформулировано главное предназначение стоящей перед отечественной прокуратурой быть оком государевым в надзоре за верховенством закона. Вы восстанавливаете справедливость, защищаете права дагестанцев. Большое количество обращений к вам – это показатель высокого доверия людей. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов во всех начинаниях на благо Дагестана и всей России. Говорится поздравление. Тем временем прокуратура республики продолжает свою каждодневную работу. В частности, сейчас сотрудники ведомства изучают подробности хлопка газовоздушной смеси в пекарне в поселке Ленинкент. Напомним, 11 января на улице Собхозной произошел взрыв. Пострадали два человека. Они госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования и правил пожарной безопасности. Миллион из сундука. В отдел внутренних дел по Кушинскому району обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о краже денег. Девушка рассказала, что в ее отсутствие неизвестный забрался к ней в дом и совершил кражу почти миллиона рублей, хранившихся в сундуке. В доме в это время находилась ее мама и родственница. Полицейские произвели необходимые оперативно-следственные мероприятия и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 32-летняя женщина, та самая родственница. Она, воспользовавшись тем, что других домочадцев не было, а хозяйка дома взрослая женщина, вызвалась помочь ей с уборкой и совершила кражу. Возбуждено уголовное дело. Да, я признаю свою вину и с СДН-м раскаиваюсь и больше не повторюсь. Жизнь как в болоте. Жители дома по улице Камаева просят обратить внимание на проблему с канализацией. Вот уже несколько лет они не могут найти того, кто помог бы им избавиться от регулярных подтоплений возле подъезда и зловония, проникающего даже сквозь окна. На место выехала наша съемочная бригада. Слово Лориане Шумхалаевой. Надо насосную станцию привести в порядок. Вот это, извиняюсь за выражение, ***, я нюхал 34 года. Вот с торца наводнение мочой все это было. Вот это приемный колодец, куда подключены все здания, которые новый город. Весь, можно сказать, все здания, которые там новые построены. Отсюда вода не уходит, потому что насосная станция не успевает. Там один насос всего работает. Именно так описывают свои беды жильцы дома номер 11. По их мнению, с потоком сточных вод не справляется насос, из-за чего вокруг дома образуется подтопление до первых этажей. Кроме того, оказалось, что к данному канализационному коллектору подключены еще несколько домов. У нас дома, которые на сегодняшний день, с 2008 года я здесь живу, у нас была отдельная канализация. Вот как эти дома построили, как эти дома подключились, у нас идет уже наводнение здесь. Как дожди начинаются, уже все у нас зато. Мы не можем выйти. Мы против, чтобы они подключались к нашему дому. В прошлом году, когда дожди были, вызвали пожарные машины, все здесь присутствовали, люди администрации. Никогда, то есть они не смогли укачивать, так же и оставились они. По словам прибывших на место представителей горводоканала, подотчетные им объекты находятся в исправном состоянии. И коллектор выдержит подключение еще как минимум 10 многоэтажек. А подтопление вокруг дома номер 11 происходит лишь во время обильных осадков. Подтопление подвальных помещений в доме Камаева 11 происходит. Во время обильных проливных дождей выпадает большое количество осадков. Здесь, на данной территории, вблизи этого дома, в микрорайоне в этом нет, отсутствует ливневая канализация. В связи с чем, в связи с чем, эти все стоки, дождевые стоки, ливневые, попадают в канализационный коллектор хоз бытового назначения, который не рассчитан принимать дождевую воду и ливневые стоки. Этот существующий коллектор диаметром 1200 мм, он рассчитан на прием стоков хоз бытовой канализации объемом 530 кубов в час. 530 кубов канализационных стоков он принимает в час. Диаметр его позволяет еще на ближайшие 5-10 лет подключать сюда многоквартирные дома и сбрасывать хоз бытовую канализацию. Но не сбрасывать ливневые, дождевые стоки. На сегодняшний день подтопление, подтопление, ну сухая погода, вот жильцы вам говорят, что подтопление многоквартирного дома, подвала не происходит и стоки наружу не выходят. Знаете почему? Потому что туда на сегодня не попадают дождевые, ливневые стоки. Если бы сегодня был дождь, дождливая погода, обильный дождь выпал, то мы бы там увидели следующую картину, что коллектор наполнился и работает подпором. Споры жителей и коммунальщиков порой переходили на эмоции. Представители горводоканала предложили людям обратиться в администрацию Махачкалы, чтобы рассчитать диаметр ливневки, необходимый для данного дома, согласно его площади. Решение данного вопроса, обратиться, коллективное обращение жильцов этих многоквартирных домов, в администрацию города и в ЖКХ с вопросом решить проблему отсутствия ливневой канализации. Ливневая канализация никакого отношения к организации Махачкала водоканал не имеет. Мы не можем решить этот вопрос, потому что это не в наших компетенциях. Пусть обращаются в администрацию города и в управление ЖКХ. И они уже пусть выходят на место и решают эту проблему. Организация Махачкала водоканал заинтересована скорейшим решением этой проблемы. Объясню почему. Потому что это все доставляет нам неудобства. Затапливает наши коллектора. Вместе с дождями туда и затекает песок, ил, грязь, все, что находится, и, можно сказать, камни, щебень, все затекает в канализационные коллекторы. Мы сами страдаем периодически. После таких дождей нам приходится вынужденно проводить внеплановые работы по очищению этих коллекторов. Это очень сложная работа, потому что коллектора находятся на глубине 4,5-5 метров. По словам жителей, коллективные обращения они писали не раз и во многие инстанции. Но вопрос никак не решается. Канализационный коллектор как переливался, так и переливается. И, видимо, терпеть это жильцам дома номер 11 по улице Каммаева придется еще долго. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. 36 тысяч тонн рыбы выловили в Дагестане в прошлом году. Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2020 годом. В акватории Каспийского моря вылов рыбы осуществляли более 60 судов. Такие данные передает Северокавказское управление Росрыболовства. В сообщении говорится, что высокие результаты стали возможны благодаря активному развитию промысла по выращиванию кильки, а также использованию разноглубинных орудий лова. И о спорте. Нападающий Уфы Гамид Агаларов может продолжить карьеру в локомотиве. Об этом сообщает сайт Мета-Рейтингс. По информации источника, дагестанский футболист может покинуть Уфу в зимнее трансферное окно. Однако стороны пока расходятся в том, на каких условиях будет оформлен переход. Лока хочет арендовать Агаларова с правом выкупа, а Уфа рассчитывает на полноценный трансфер за 10 миллионов евро. Гамид Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона российской премьер-лиги. На его счету 13 голов в 18 матчах турнира. Ранее сообщалось, что футболистам интересуется швейцарский Базель. Две дагестанские рэкбистки сыграют в матчах этапа мировой серии в Испании. Турнир пройдет с 21 по 23 января. К этим соревнованиям Байзат Хамидова и Тамара Ахмедова будут готовиться в составе сборной России. Первый в этом году сбор стартовал в Сочи. В испанском городе Малага национальная команда сыграет с Францией, Бразилией и Англией. Отметим, что по итогам двух этапов мировой серии сборная страны идет на четвертой строчке. А дагестанец Камиль Гирейханов претендует на звание лучшего молодого мини-футболиста мира. Список из 10 номинантов опубликовал популярный интернет-портал Фудсел Планет. 21-летний Гирейханов, игрок молодежной сборной России, выступает в составе клуба Тюмень. В конце прошлого года он был признан лучшим молодым футболистом России по версии СМИ. Опрос среди журналистов провела Ассоциация мини-футбола страны. Камиль Гирейханов родился в Махачкале, а первые шаги в спорте делал в Ханты-Мансийском автономном округе, куда переехал с семьей. Смотрите нас на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.